Открыл Дорогие друзья, вот такая длинная дорога уже в одиннадцатый раз приводит всех нас в этот легендарный концертный зал «Дзинтари». Добрый вечер, Юрмала! Дорогие друзья, а теперь с уверенностью можно сказать, что одиннадцатый международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2012» действительно начался. Ваши аплодисменты! Лаббакер! Нас с вами ждет шесть дней удовольствия, шесть дней самой лучшей музыки и самых звездных гостей. Шесть дней захватывающей борьбы молодых талантов, которые, поверьте, еще не знают, что такое петь под фонограмму. И все эти шесть дней мы будем с вами. Мы ведущие конкурса «Новая волна-2012». Ваши аплодисменты! Вера Брежнева! Александр Рева! Иван Дорн! Анна Семенович! Несравненная, незаменимая, вот уже 11 лет на «Новой волне» Лера Кудрявцева! Ну и, конечно же, Сергей Лазарев! Дорогие друзья, все вы, конечно же, знаете, что через три дня в Лондоне стартуют летние Олимпийские игры. И вот какая идея у нас родилась. В пику этим чопорным англичанам, которые умудрились проводить Олимпийские игры одновременно с нашим конкурсом, мы решили их опередить и сегодня провести свою Олимпиаду. Таким образом мы с вами начинаем первые юрмальские музыкальные Олимпийские игры. Итак, мы приглашаем на старт нашу заслуженную спортсменку. И сегодня она не просто выходит на сцену, сегодня она впервые выходит из декретного отпуска. И мы с огромным удовольствием все вместе поздравляем ее с рождением очаровательной дочки Клаудии. Итак, на сцене олимпийская чемпионка по быстрому восстановлению после родов, возможно, в спортивном костюме. Моя любимая Кристина Арбакайте. Валерия Меладзе, ваши аплодисменты. Валерий, но мы вас не отпускаем. Мы на вас возлагаем очень серьезную миссию. Сейчас мы начинаем жеребьевку первого конкурсного дня, который состоится завтра. Мы имеем 16 букетов, в каждом из которых есть стартовый номер конкурсанта. А вам предстоит выбрать любой понравившийся букет и определить судьбу первого конкурсанта. Надеюсь, вы не против? У Валерия Меладзе нет вариантов, потому что я видел Сурена Рустамяна из Армении, для которого сейчас будет Валерий тянуть номер. Если Валерий откажется, то он будет разговаривать лично с этим большим огромным Суреном. Я бы ему этого не советовал. Поэтому дарите сами себе цветы, Валерий. Не стоит расставиться, что никто из зала вам не подарил. Не волнуйтесь, выбирайте. Мне нравится вот этот насыщенный яркий букет. Отлично. Бордовый, он подходит под мое платье. Весь букет или только... Только один цветок, пожалуйста. Я и шучу, забирайте весь букет. Ашон Арустамян? Да, и так... Ну что ж... Сурен Арустамян. Будет выступать завтра под номером пять. Прекрасный стартовый номер. Вам ничего не угрожает. Спасибо. Валерий Меладзе. Спасибо. 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 Как мы знаем, в большом спорте есть разные казусы. Вот недавно говорили мне, что одну бегунью дисквалифицируют за то, что у нее нашли в теле какие-то странные мужские гормоны. Я представляю, прибегает, она занимает первое место, радуется, и тут к ней подходит комиссия, говорит, извините, вы дисквалифицированы, у вас мужские гормоны. Ты знаешь, Ванечка, я никогда с таким не сталкивалась, потому что никто не мог сказать, что у меня много мужских гормонов. Ну, понятно, потому что я стою рядом с тобой, и никто не посмеет этого сделать, иначе я соберусь, возьму и позову кого-нибудь на помощь. Ой, ну все уже, конечно же, тебя испугались. Давайте не будем ждать, а просто пригласим на эту сцену Верку Сердючко. Ани Лорак, браво! Ани Лорак, обними меня крепче! Обними меня крепче, называлась песня, которую исполняла эта потрясающая певица. Ани, подходите, пожалуйста, ближе, тяните для себя букет. В этом букете вы найдете жеребий. Жеребий для следующей участницы конкурса «Нового волна». Это Александр Барташевич из «Беларуси». Кстати, обратите внимание на мониторы, потому что все наши конкурсанты сейчас сидят в специальной грин-комнате, и очень-очень волнуются. Давайте их поддержим. Так. А здесь нет номерка, по-моему. Нет номерка, значит, это будет ноль. Хорошо, беленький. Следующий. Оп. Так. Все волнуемся. Особенно Александр волнуется, потому что... Номер 14! Ура! Отличный стартовый номер. Номер 14. Спасибо. Отдавайте мне. Песня Александру Барташевич. Завтра она выходит под номером 14, а не лорок. Спасибо. Спасибо огромное. Хорошего вечера, Юрмала. Будьте счастливы! Что, я со всей ответственностью могу заявить, что следующий олимпийц, который выйдет на сцену, человек беспринципный. Почему же беспринципный? Обоснуй, пожалуйста. Потому что кроме моего ботинка он наплевал еще и на самый главный, самый святой принцип олимпийских игр. Это главная не победа, а участие. Его пригласили просто поучаствовать на новую волну. Он взял, приехал и всех натянул. В смысле победил. Ну что ж, Ванечка, не надо завидовать. Я тебе хочу сказать, что победителей не судят. И я с удовольствием приглашаю на эту сцену победителя первой новой волны. Встречайте, Сергей Лазарев! Али Сергей Лазарев, простой! Браво! Сергей Лазарев, победитель первого конкурса «Новая волна». Сергей, Сергей, подожди. Ну куда же, куда же? Не так все просто. Я все прекрасно знаю. Кто думал, от выступала все, иди. Нет, нет, я знаю все прекрасно. Сергей, походите. Что обязательно нужно вытянуть жребий. Так, это... Это уже, да, с прошлого раза. Это номер, с твоего позволения, я хочу подарить его кому-нибудь из зала. Мне, да. Вот, например, Ван, держите. Это Ван. Держите, можно ли? Ох, как красиво. Сергей, ну теперь дари себе цветы. Сережа, выбирай букетик. Вот этот букетик? Потому что мы сейчас определяем стартовый номер следующей конкурсантки. Это Айала Элигула Израиль! Это Айала Элигула Израиля завтра. Я, в общем-то, подразумевал, что будет именно этот номер. Самый мой любимый. Тринадцать! Это хороший номер, счастливый. Отличный номер. Я, так понимаю, букетик можно себе забрать. Да, конечно. Мне кажется, заслужил. Спасибо! А номерочек оставь. Спасибо. Держи. Я Элигури передаю. Спасибо. Ты знаешь, сегодня утром столкнулся с новым видом Олимпийских игр. И называется двоеборье. Ты знаешь, насколько я знаю, двоеборье – это зимний вид спорта. Это прыжки с трамплина и бег на лыжах. А вот летнего двоеборья я не знаю. Существует, Танечка, существует специальный летний юрмальский вид двоеборья. Называется ходьба и плавание. Тут, если хочешь поплавать, надо очень долго-долго идти. Долго-долго идти. Разбить палатку, переночевать. Потом снова долго идти. И вот тогда ты, наконец-то, поплаваешь. Именно поэтому, кстати, у многих латышских женщин красивые ноги. Да, но я тебе хочу сказать, что у русских женщин ноги не хуже. У русских женщин не хуже. Но зачем тебе ноги вообще, если на них никто не смотрит? Ха-ха-ха. Ну и пусть не смотрят. Кроме меня. Ну ты же только что смотрел, когда мы репетировали за кулисами. Я смотрел на наши ноги. Я видела. Я поняла. Ну что ж, я с удовольствием приглашаю на сцену обладательницу роскошных ног. Потрясающего голоса. Встречайте, Анжелика Варум! Роскошная женщина, Анжелика Варум! Роскошная женщина, Анжелика Варум! Запутался в шнуре, чуть не убил себя и чуть не сорвал ответственное выступление на дне милиции. Слава богу, все обошлось, и поэтому мы сейчас увидим его на сцене. Встречайте, Олег Газманов! Ты, кстати, сегодня опять все свои вещи по номеру разбросал. Я потом ходила, собирала. Я же тебе сто раз говорила, что мне это не нравится. Мне нравится. Мне тоже много чего не нравится. Сколько лет с тобой живем, а ты так не научилась воду за собой закрывать, когда из души выходишь. А что тебе вообще нравится? Тут написано, когда голой по квартире ходишь. Надо попробовать. Так, ребят, подождите, мы, знаете, что не поняли, почему вы читаете нашу подводку и забрали наш сценарий. Вообще не поняла ничего. Идите, пожалуйста, в следующий раз. Я-то и думаю, текст нам совершенно не подходит. Не подходит. Ваня. Ребяточки, идите, пожалуйста, и в следующий раз следите за своими папками. Спасибо. Так, Александр, мы вас просим пройти к нам, потому что мы сейчас продолжаем жеребьевку для следующего конкурсанта. Это бег Исраилов Кыргызстан. Выберите, пожалуйста. Надо утешить его волнение. Вам нужно вытянуть один из букетиков. В букетике находится жеребий. В жеребии номер. В номере игла. Иван, поменяемся местами. Прошу вас ближе к цветам. Нравится больше букетики? Вот здесь намного приятнее стоять. Правильно, да? Букетики, да, ладно. Господа, господа, соберитесь. У нас жеребьевка, это опасный момент. Конкурсант волнуется, между прочим. Я тоже. Итак, бег Исраилов из Кыргызстана будет выступать. Номер два. С номером два. Ура! Две жизни. Да. Спасибо. Две жизни и Александр Бойнов. Если бы в программу Олимпийских игр включили такой вид спорта, как скоростное написание хитов, то наш следующий исполнитель был бы многократным олимпийским чемпионом. Все правильно. Российские ученые вычислили, что если взять эти песни этого замечательного композитора то есть пить их одну за другой, одну за другой, тогда ты будешь жить беззаботно. Пять недель. Восемь месяцев, точнее. Пять недель, три дня и семнадцать часов. Ваня, откуда такая точность, мне интересно? Я считал. Ну, я уверена, что следующие несколько минут мы проведем с вами чудесно, потому что он выходит на сцену и не один, а в компании обворожительной женщины и потрясающей певицы. Дамы и господа, приготовьтесь на сцене сопредседателей жюри конкурса «Новая волна». Игорь Крутой и Валерия! Встречайте! Можно вас пригласить для жеребьевки. Валерия, выбирайте, пожалуйста, букет. Следующий стартовый номер определите вы. Для конкурсантки из Литвы, для Дианы. Позвольте, как-то нечестно получается, Игорь Яковлевич, без букета получается. Держите, это вам, Игорь Яковлевич. Спасибо вам большое, потрясающая музыка. Номер восемь! Прекрасный номер. Я думаю, Диана останется довольной. Спасибо. Очень надеюсь. Спасибо. Игорь Крутой, Валерия! Браво! Браво! Есть в этом году дата, мимо которой просто нельзя пройти. В сентябре сего года свой 75-летний юбилей будет отмечать Иосиф Давыдович Кобзон. И пусть считается, что поздравлять с днём рождения и дарить подарки заранее не принято. Мы сломаем эту традицию. Но, во-первых, сегодня будет очень много подарков для Иосифа Давыдовича. Во-первых, это билет в первом ряду, который в кассах, вы знаете, стоит очень дорого. Ну, неважно, сколько я потратил. Во-вторых, Иосифа Давыдович сегодня дарит самые красивые цветы, самые красивые женщины новой волны. Мы ждём этих прекрасных женщин и эти прекрасные подарки. Под ваши аплодисменты, естественно. Под они самые красивые женщины, с самыми красивыми цветами, к самому красивому мужчине. К самому галантному мужчине. К самому великолепному мужчине. Иосиф Давыдович, смотрите, повтор своего поздравления в сентябре. Ани Лорак, Анжелика Варум и Лариса Долина. Бриллианты нашей эстрады. Спасибо. Я надеюсь, после такого поздравления Иосиф Давыдович обязательно пригласит нас на день рождения. Иосиф Давыдович, не уходите, это ещё не всё. Сейчас будет самый главный подарок. Да, Иосиф Давыдович, вам приготовили ещё один подарок – семья Агутиных. Сын Леонид и папа Николай. Так как лучший подарок – это подарок, сделанный собственными руками. Николай Агутин собственными руками написал песню для собственного кумира, которого, кстати, старше буквально на несколько лет. Ну что ж, встречайте на этой сцене Леонида и Николая Агутина с песней, которая так и называется «День рождения». Ну что, друзья, продолжаем? Силы есть ещё? Да, ведь сейчас будет самое интересное. Том Джонс, он был на разогреве у наших следующих участников. Самых главных действующих лиц новой волны 2012. Пока мы их лица видели только на экране, но сейчас, наконец-то, мы увидим их здесь, на этой сцене. Встречайте конкурсантов новой волны 2012. Конкурсанты новой волны 2012. Ура! Ну что-то как-то вяленько. Узнаём же музычку, да? И в такт-музыке аплодируем. И в такт-музыке аплодируем. И в такт-музыке аплодируем. Итак, конкурсанты. Сурен Арусталян, Армения. Александра Бартошевич, Беларусь. Айала Элигула, Израиль. Констанцо Дель Пинто, Италия. Казахстан. 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 Майкл Блейз, Нигерия. Дуэт Кристалл, Финляндия. Мария Еринчук, Украина. Группа Фрамес, Латвия. Группа В Россия. Группа Айова. И участница Нилу. Россия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова